всем привет с вами тома сегодня у нас 25 марта понедельник и это начало второго крафт влога про подготовку к мероприятию артов который пройдет 14 апреля в москве ссылочка в описании напоминаю что это арт-фестиваль там будет кроме аллеи авторов интересная программа со всякими интересными гостями подробности в группе мероприятия ссылочка в описании и также большое спасибо подписчикам на бусти за поддержку выхода роликов за поддержку моего творчества и напоминаю что на бусти все что что вы видите в ролике там это выходит немножечко пораньше когда на недельку когда больше как получается и в этом видео я постараюсь снять вот несколько кусочков в течение недели начнем опять с большого обзорного видео с процессами покупками и всем остальным и в процессе я расскажу над чем буду работать в течение этой недели я надеюсь что ролик выйдет либо к выходным либо на следующей неделе если вдруг надо будет срочно делать по поняшным новостям выпуск потому что мы тут все в ожидании спешила он все никак не выйдет шел-шел спешил и никак не дошел и так ладно давайте начнем с того что лежит передо мной чтобы добраться до того что дальше я хотела вам показать что я наконец-таки нашла вот эти вот стикеры фикси геншевский там два дизайна таких наклеек есть 99 рублей 4 листика я искала конкретно этот с юмии я люблю казуха я искала конкретно этот вариант там еще второй вариант есть но тут в целом и вот гео пачка моя любименькая тоже всех этих персов я люблю да и тут нормальные персы короче это там второй сет по моему с другими персонажами если я верно помню я искала конкретно по-моему второй там манштадтские больше товарищей что такое вот и вы не поверите у себя даже наклеила вот у меня уже юничка тут наклеена это мой ежедневник в котором я собственно ежедневные записи веду вот и но тоже по генши и соответственно я уже начала клеить да да что-то мне прямо в кайф в последнее время вот это все заполнять наклеечки клеить ну я не уверена как долго я буду клеить сюда геншевские наклеечки но какое-то время буду но главное тут есть большие стикеры потому что тут есть некоторые страницы где вообще без картинок а другие картинки страницы с большим количеством артов поэтому я хотела какой-то такой вот прям чтобы было чем заполнять чтобы однообразно примерно получалось вот похвасталась следующие покупки это просто детская от артемка артемка фабрика детского трикотажа артемка без 90 на 150 2 2 расцветки сердечком розовенькая и голубенькая со звездочками ну и конечно же это скатерти на стол я вам по-моему в прошлом влоге говорила что я покупала еще одну про запас кренку вот эту полосатую но и что я втайне надеюсь когда-нибудь найти тканевые скатерти которые мне понравятся или хотя бы просто принтованную ткань которая мне понравится вот и принтованная ткань и уже обшитыми краями потому что это простынки единственное это бязь то есть она достаточно тоненькая если вы когда-нибудь работали с тканями вы знаете что такое бязь в общем она такая на свет будет просвечиваться что называется но красивые цвета всего 230 рублей за штучку не на все столы пойдет на большие столы ее не хватит поэтому я буду на какие-то мероприятия эти возить на какие-то кальонки скорее всего идти про запасы на месте решать чего стелить но я в любом случае очень давно хотела вот что-то такого плана я очень рада что я нашла ура ура спасибо детской фабрике трикотажа артемка за реализованные мечты кстати на артлов я наверное как раз таки возьму голубенькую со звездочками вот потому что сердечками розовенько это скорее на поняшной конвенты больше а вот голубенькую со звездочками и наверное вы гулинард так давайте по поводу стикеров стикеры сейчас находятся уже в печати я их сдала неделю назад во вторник после обеда я уже оплатила заказ я вам сейчас вот вставлю картинки дизайнов которые я в итоге печатаю два новых дизайна полностью которые рисовала с нуля и два переиздания старых стикеров пастельных котиков и твич ази вот решила все таки сделать типа два с котиками два немышлых пока больше всего я печатаю гатчи котов потому что они самые прикольные вышли остальных поменьше цветопроба пока нету но я сегодня уже списывалась типографии да кстати помните этот мой арт sunset и twilight по мотивам friendship games вот вдруг вам интересно что-то такое просвечивается значит цветопроб еще нету но я сегодня уже списывалась и мне обещали что вообще-то они постараются сегодня к вечеру или завтра утром на крайняк прислать и я наверное потом вам с компа подключусь покажу что там в общем этот ролик будет такой вот нарезкой из каждодневных записей значит котики вот будут а 6 формата только с фоном и вот этот будет а 6 формата с фоном и на самом деле даже хорошо что они не сразу напечатали цветопробу потому что я им еще через пару дней ссылала второй вариант котиков на которых я чуть высветляла контуры специально побольше себе вариант печатала чтобы проверить линии я в итоге чуть-чуть высветляла line конкретно потому что первая версия мне получилось немного темноватой это еще без добавления красного я когда обычно на мерч на своем печатаю я еще баху 30 процентов красного примерно потому что мой принтер немного в синий уводит надо обязательно делать красноватый вот это я просто жахнула как есть без вот этих плюс 30 процентов красного так-то печать нормально на самом деле просто без корректировки и соответственно стикеры печатаются я вам потом покажу а тут я вам покажу что я еще буду с этими артами делать ну во первых начнем с того что вы уже знаете это акриловые значки купила целую коробку с основами так как бы нам тут сделать чтобы было нормально купила большую коробку еще двадцать пять основ для переливашек делать но я вам на маленькой старый покажу потому что тут стеклышко есть маленькая в общем буду делать переливашки с гача котами ну то есть вот так вот коты будут плюс-минус даже наверное примерно такого размера они будут естественно подгоню под кружочек ну вроде они примерно так и влазят вот плюс-минус в общем переливашки будут с котами может быть еще будут другие переливашки но я еще дизайн не рисовала поэтому не буду вам пока говорить если нарисую на стриме а то покажу потом попозже может быть в этом же ролике с маленьким вариантом тоже будет новый мер я когда заказывала основы на значки я такая это же линейки мне срочно надо линейки будут короче линеечки с вот этими маленькими ну я подгоню естественно то есть все четыре которые варианты с капсулами они вот так я хочу на линеечку разместить вот как раз четыре должно влезть на 15 сантиметров мне кажется будет дико мило ну там плюс фо тоже наверное на стриме будем дизайнить наверное потом вам покажу ну и тут принцип такой же как с магнитами то есть основа и стеклышко которое вставляется сверху единственное что наверное надо все-таки с двух сторон делать картинку наверное просто отзеркалены одинаковую сверху и снизу я вообще видела что многие такие линейки используют как подарок на выпуск из детского сада первоклассникам второклассникам и делают именные линейки и делают таблицу умножения например вставляю да вот но я хочу попробовать с котами не знаю зачем не знаю кому это нужно но я хочу попробовать потому что мне интересно пробовать какие-то новые виды мерча. После того, как я сдала стикеры в печать, я еще, кстати, тоже вам картинку вставлю, начала рисунок с девочкой с своим маскотом Фасей, которую я хочу вставить потом, напечатать на конвертах, в которые класть мерч, но я не знаю, возьмет ли мой принтер конверт и теоретически должен, но я не уверена. Но рисунок я начала, он будет чисто контурный, я не знаю, как я его дорисую, но я, поскольку рисовала, я вам картинку вставлю, но я надеюсь, что там часа три, наверное, максимум надо его закончить, может быть, даже два. Просто что я еще рисунки на заказ рисую, и мне пока некогда дорисовать девочку, но я надеюсь, что я справлюсь. И после того, как я делаю перерыв от рисования на несколько дней, я много вязала тут на прошлой неделе. Начала, значит, планетки. В прошлый раз я только моточки показывала, значит, основы связала, дальше надо будет оформлять им глазки и уже с бусинками все сшивать. Два дизайна. Такая и такая. Такая и такая. Отлично. Вот. В принципе, прикольно получается. Ну, я напомню, они так немножко вытянутся еще. Округляться. Планетки съездят к бабушке. И к этим планеткам я напоминаю, что будут вот эти замечательные бусины. Мне кажется, получится прямо очень классно. Вот такие классные цвета я от звездочек купила, и вот эти большие сиреневые, и вот эти звездочки карабины. Уже лапы чешутся собрать, но всему свое время. Пока не торопимся, потихонечку вяжем. Вот. Мне очень нравится, как получается цветовая гамма, прям конфетка. Не тороплюсь я, потому что мне надо еще работать над заказами. У меня сейчас несколько заказов в работе, кроме рисунков. Конкретно вот этот замечательный кексик. Смотрите, какая девчуля получается. Я вам вставлю картинку. Это смесь оленяшки и поняшки. Вот. Очень миленький персонаж. Мне его заказали еще в конце января, или начале февраля, где-то там. Он не срочный, но я думаю, что я все-таки хочу ее доделать. Вот. И за прошлую неделю я связала основу кексика и вот оформила мордашку. За качество еще я не видела ее ответа, понравилось ей или не понравилось, но мне дико нравится, как получается. Ну, такая милашечка, вот. И ей надо, соответственно, делать причесочку. Еще будет. Ну, и там лапки и все остальное. На самом деле, лапки где-то уже тут есть. Да, вот лапки есть. В общем, прическу и все собрать. Вот такая милота. И, кстати, тут у меня еще лежат макароны. Мне одна из постоянных зрительниц сказала, что можно сделать планетки. Не просто планетки, а кота-планетки. То есть, типа, планетки с ушками. Потому что я делала такие брелки еще. Котики. Ну, просто кротики, да. На Хэллоуин. И я планетки-котики, наверное, пока делать не буду. Но я сделаю котиков-макарунов. У меня очень давно, я сейчас вам ставлю на экран, лежит картинка чья-то из интернета для вдохновения. Она мне очень понравилась. Я как раз на плов хотела делать вязаные макарунчики. Это старый дизайн по книжке Эмили Фриман. Я ее хочу немножко поменять, чтобы они были более округлые, как планеты сверху. И чтобы там можно было, соответственно, вышить мордочку. И тоже сделать, типа, котика. Вот. Я не знаю, успею ли я. Но я очень постараюсь. Потому что, мне кажется, это дико мило. Я все равно хотела сделать именно макаруны. Я еще хотела данго делать, как вы помните. Я все еще хочу. Просто там надо сразу набивать и собирать. А я пока отвязывала то, что нужно просто отвязать. Вот. И это я нашла, кстати, пластиковый макарун для фоток. В общем, еще хочу макарунчики. Я надеюсь, я успею. Потому что много я всего хочу. Я буду стараться. Также по вязалкам у меня еще вот тут большая корзинка с процессами кактусов. Точнее, суккурентов. И ктулху. Ктулху я довязала основу. Там дальше надо собирать его вместе со всем. Вот. Там надо сразу пришивать щупальцы, крылья, лапы, хвосты. Значит, больших кактусов я вам, по-моему, крайний раз показывала. Они отвязаны целиком. Но я связала все-таки им детенышей. Тоже надо все собирать садиться. В общем, это листики на детенышей. Я решила трех сделать. Вот такие очаровательные мини-горшочки. Так. Раз, два. И третий розовый. Вот. Мини-горшочки. Напомню, как выглядит большой горшочек, если вы не смотрели. Вот большой горшочек. Это мини-горшочек. И, соответственно, земельку я еще тоже всем связала. На земельку купила новую новинку. Цвет называется грильяш. А, вот он. Ну, я его сюда переложила. Если кому интересно, вот этот вот прям такой шоколадный-шоколадный цвет называется грильяш. 173 детской новинки. Потому что раньше я земельку вязала в суккуленты вот из этого коричневого, который кофе с молоком. Но я решила какой-нибудь более теплый потом. И я как раз-таки нашла вот какой-то новый цвет. У меня такого раньше не было. Ну, или, по крайней мере, у меня раньше не было. Может, он не такой новый. Вот. В общем, так что цветочки все тоже отвязаны. Надо только их оформлять, собирать. Это отдельная боль. Все, кто вяжет, понимают, что сборка игрушек – это отдельный вид боли. Не знаю, покажу ли я вам в этом ролике работу над ними. Потому что, я не знаю, у меня в приоритете заказы отдать. А потом уже все остальное. Но, может быть, может быть. А может быть и нет. Так. Вот это тоже туда. Еще из заказов я буду делать как раз-таки в этом ролике. Я надеюсь, что я сделаю, по крайней мере. Кастомные сиреневые уши. Меня попросили сделать сиреневые уши, но на широком ободке. Я дозаказала сиреневый мех, потому что я его все равно хотела дозаказывать. Из него ушки покупают достаточно охотно. Вот он очень классный сиреневый кролик. Ну, типа кролик. И, в общем, заказала сразу много. В два раза больше, чем в прошлый раз. Ну, так, где-то так. И купила к нему широкий мягкий ободок. Мне попросили ободок, который будет максимально мягко держаться, чтобы держался, но не сдавливал. Вот, я нашла вот такой широкий с отверстиями, в которые как раз можно будет потом пришивать ушки, и достаточно мягкий. То есть, задача какая? Обшить его мехом тоже и к нему пришить уши. То есть, если помните Equestria Girls, там вот были эти желтые уши на синих ободках. Вот типа такого. Только сиреневые и пушистые. Вот, и докупила еще других ободков. Это на всякие другие пушистые, которые NECO уши. Это понячьи уши будут. Это на NECO. Но я, опять-таки, не уверена, что мы в этом ролике доберемся до их кройки хотя бы. Но вот эти сиреневые, возможно, я с вами постараюсь, по крайней мере, делать на этой неделе. И последнее, что я закупила между всем этим делом, это еще килограмм конфет. Еще килограмм джелебинов. Вот этих вот пастельных красивых. Потому что у меня с Миамора еще остались... Немножко осталось банок, во-первых, готовых. Но у меня в основном розовые банки остались внезапно. Голубых банок у меня осталось мало. Там буквально четыре штуки. А стикеры у меня как бы еще во. У меня еще стикеров, у меня еще мешков, у меня еще самих банок. Поэтому я решила еще собрать голубых именно баночек. Баночка позитива, которая, но с чисто фруктовыми конфетами. Здесь смесь фруктовых и шоколадных. Фруктовые бобы и шоколадные сердечки. И сделаю новых с чисто фруктовыми конфетами. Сердечки я решила шоколадных не добирать. Потому что там было как бы на День Святого Валентина. А это уже просто баночка позитива. Вот. Но это тоже я буду собирать уже прямо перед поездкой. Просто вам делюсь радостью, что у меня килограмм конфет. И все, что останется от баночек, я потом съем сама. Все. Тогда до встречи в следующем отрывке. Вечер понедельника. Называется Хочешь посмешить вселенную? Расскажи о своих планах. Сразу после того, как я снимала влог. Где-то через часик я порезалась. И ничего мелкого мы с котом делать не можем. Потому что у нас лапки. И мы решили делать лапки. Хотя бы раскроить. И может быть начать сшивать. Потому что лапу все равно делать надо. Вот. Раз я ничего из вязалок. Тем более рисование пока не могу делать. Приходится заниматься тем, чем можем. Кот помогает. Итоги вечера. Мы с котом раскроили три пары лапок. И одну пару даже уже сшили. Ну, то есть основу подготовили. Еще подушечки. И нижняя манжетка. Кот очень помогал. Старался как мог. Молодец кот. Да, вот такой ты молодец. Молодец кот. Я надеюсь, завтра палец будет лучше. И смогу сделать что-то другое. Утро вторника. Пока все еще жду цветопробу. Решила попробовать сделать ушки, которые на обшитом ободке. Собственно, прямоугольник на обшивку. Два уха, которые еще флис сейчас нам будет сделать. Ну, палец чуть лучше. Но, конечно, все равно мало приятного. Покажу потом, что получилось. Ну, в общем, как и ожидалось. Эти ушки отожрали у меня кучу времени. Садилась я за них где-то 8 утра. Сейчас почти 10.30. Прошел кусок. Было 2 часа назад. 8.30. Вот. Но у меня получилось. Это было больно. Первый раз что-то делать всегда очень сложно. То есть, ты не знаешь, как точно делать. А как это самое. Например, мне в итоге все равно пришлось вставлять сюда синтепон. Потому что, несмотря на то, что на ободке, на обычном, у меня эти ушки держатся нормально. Без вставок, ну, из этого меха сиреневого, то в этой конструкции они не держались, естественно. Потому что основа более мягкая. Вот. Но в итоге вышел вроде симпатично. Я надеюсь, заказчице понравится. Мне вроде нравится, как получилось. Главное, получилось ровно. Что было тоже достаточно сложно реализовать. В общем, милашные. Теперь надо будет их сфоткать и отправить заказчице. У нас все еще вторник. Подключение с компьютера фотографии ушек. Сиреневую ночь сложно фотографировать. Он какой-то то розовый, то высвечивающийся, то еще что. Ну, в общем, как-то так сняла. И прислали цветопробу. Вот так напечаталась первая партия. Первая итерация. Я уже поправила все макеты. И скинула в типографию. Потому что кое-где хочу высветлить. Кое-где чуть зеленый, например, другой. Потому что тут зеленый прямо зеленый ушел. Я хотела все-таки мятный. В общем, новые макеты уже всего сделала. Всех с четырех. И скинула. Когда в следующий раз пришлют цветопробу. Я надеюсь, что будет лучше. Потом вам тоже покажем. Кстати, я когда еще обсуждала цветопробу. Я что-то так увлеклась цветами. Что совсем забыла глянуть вырубку. Ну, то есть, как я ее глянула. Но особо не придала значения. И потом уже, когда вам кусочек записала. Так. А что-то криво. Ну, не то, чтобы совсем все криво. Но есть тут места, которые править. И потом сидела им тоже. Отмечала, где что надо. Желательно бы поправить. Потому что это автоматическая вырубка. Просто как вот на картинках кинулась. И... Ну, в общем, надо было отправить вот эти все правки. Ну, я надеюсь, они постараются хоть что-то из этого учесть. Ну, я написала, что желательно вот это вот так и так поправить. Потому что, ну, допустим, в некоторых местах, мне кажется, критично. Посмотрим. Пока конкретно ничего не отвечали. Но я надеюсь, тоже поправят. Решила немножко поработать с планетками. Я все еще, наверное, не смогу вязать. Поэтому я, наверное, не смогу их до конца закончить. Но я решила хотя бы оформить им мордашки и оформить им висюльки. Вот пока вот глазюки вставила. Сейчас как еще висюльки я постараюсь сделать. И вам тоже покажу. Внезапно задача оказалась не такой простой, как может показаться. У меня не влазит иголка моя обычная в эти маленькие бусинки-звездочки новые. Потому что они достаточно тоненькие. Вот. Я перерыла дома все иголки, которые нашла. Подошла только вот эта страшная крюкообразная. У нее как раз широкое ушко. Но она сама при этом достаточно тонкая. И она влазит. Ужас какой. Честно, себя каким-то этим доктором Фрэнкенштейна. Ладно. Покажу вам потом результат. Вот такие милашечки у нас будут. Одна. Блин. И вторая. Вот. Я напоминаю, что потом они будут круглые. Когда они наполнятся синдепоном, они будут не былинообразные, а вполне нормальные. Но так тоже ничего. Похоже на этого. На слайм артутного. Понятно. Из слайм ранчера. Ладно. Тут я сделала, что могла. Но надо будет, конечно, купить более тонкую иголку. Потому что я несколько сломала. И это сейчас совсем, конечно, толстовато. Мне даже сшивать не очень удобно. Поэтому надо будет купить несколько более тоненьких иголочек. Про запасы в целом. Вот. А эти лужицы ждут, пока меня заживет пальчик. Утро среды. Дошила все основы для лапок. Три пары. С разным мехом. Будут сегодня по плану отправить ушки, которые мы вчера шили. Входить на почту, соответственно. И потом будет днем стрим. Там я буду заниматься мерчем. А именно вставками для линейк и для переливашек. Тоже потом покажу, что получится. С этими новыми пакетами такая милашная упаковка получается. Я прям не могу. Еще и карточка так хорошо радужно это подходит. И визиточка тоже такая лиловая. Все очень мимимишно. Я прям не могу. Собственно, хотела сказать. Что я, хотя ушки буду посылать в твердые коробки. Это прям очень твердая коробка. Я все равно буду их вот здесь перематывать сейчас дополнительно пупыркой. Потому что в ободках вообще вот это место очень чувствительное, скажем так. Я думаю, что из-за коробки с ними все нормально будет в любом случае. Но для перестраховки намотаю. Как вы видели, обруч там достаточно витиеватый. И на всякий случай я перемотаю. Вообще, если вы вот тоже ушками занимаетесь, имейте в виду, что вот тут самое такое проблемное у них место. Если в эту сторону все нормально, то вот если вот так делать... Ну, то есть на голову нормально, а если дальше, то могут быть разные оказии. В общем, ушки мимимишные. Сейчас буду упаковывать. Поедут. В общем, это не тв-як-то. отправила посылку как всегда не без приключений я вспомнила что я вам не показывал свой мешочек как красивый у меня таких на самом деле аж два один розовенький и 2 такой сине-фиолетовый градиентный из фикса тоже у меня уже весенний лук зацените какую милоту мы создали на стриме фотики на тетрадочки не такие нюшечки а сзади вот такие эмоции эмоции честно потом понатарина из интернета но я все обводила потому что шрифтом конечно же не вставилась поэтому пришлось обводить и вот тут котики там розовая подложка вообще не знаю насколько вам камеры передают хотя так тоже наверное не очень видно но в общем там розовый фон явно просто картинку вставлю потом на монтаже чего я издеваюсь и показываю экран монитора вот я пробовала кстати чуть более красноватую водить но как-то когда серый код какой-то скучный становится оставила чуть в синеву как у меня по умолчанию печатает но я еще подумаю я одну вот так сделала закрепила сразу посмотреть как это выглядит но перед печатью остальных четырех я еще покумекую может еще что-то подтяну но в целом не прям очень нравится очень милашненько так нежненько там рисуночки всякие маленькие мышки бантики тараканы котики кавай я довольна день прошел не зря сегодня уже четверг следующий день я тут сижу с этими котами все какой-то миллиард версии уже тут поперепробовала вот это я вынула вчерашний вариант который вам первично показывала благо тут большая область есть куда нажать и можно вынуть стеклышко когда большая плоскость можно это сделать и соответственно я решила вот первичный вариант вчерашний сделать розовый более насыщенным чтобы белые рисуночки и клетка четче выпрыгивали на тебя а не надо было их разглядывать да и соответственно пришлось поменять из-за этого эмодзи сзади на более фиолетовые они были такие более шпурпурные теперь вот ближе к фиолетовому и я еще сейчас думаю наверное возьму вариант еще с белой обводкой то есть не просто фиолетовые да это прошлый вариант вот это просто фиолетовый это фиолетовый с белой обводкой он как-то с обводкой сразу четче и чуть аккуратнее в целом чище мне кажется выглядит как-то так немножко расплывается вот когда без окантовки когда с окантовкой фиолетовый как-то ну четче смотрится так что пока наверное вот этот вариант сейчас попробую вставить вот как все это сложно слушайте это вообще кошмар и теоретически наверное финальная версия печати я думаю так и оставлю еще несколько дней подожду смотрю потом свежим взглядом наверное больше править ничего не буду есть такое мнение так уже куча времени на это потратила но в целом да ловче чем первая тестовая печать все-таки более сочно-розовый лучше белые клеточки вытаскивают наверх ура что-то мы на этой неделе тоже сделали смотрите кто наконец съездил к бабушке и поел синтепона это же планетки фиолетовенькая голубенькая ну пряжа это прям конечно очень хорошо под планетки подошла они прям такие натуральные прям верится что планета но и в целом гамма достаточно космическая получилось я не уверена что буду еще больше планеток вязать на плов вот но как минимум эти дизайны можно будет повторить в случае надобности можете кстати написать в комментариях какая вам больше нравится сиреневая или голубенькая или обе поскольку палец зажил то вернулась к кексику к заказам связала вроде как прическу сейчас буду фотографировать отправлять заказчица я надеюсь она до завтра глянет сейчас вечер четверга может быть завтра тогда соберу такая у нас милашка получилось пока что не факт что я прям точно также соберу потом на финал очки но я специально фотографии буду делать чтобы попробовать точно также потом все пришить вот ну и не знаю еще не выбирали крем наверное голубой покажу потом может быть вам готовый результат последний кусочек для этого влога сейчас уже пятница 6 вечера даже чуть чуть позже буду заканчивать съемки потому что хочу смонтировать и чтоб в субботу вышла на бусте а в воскресенье на ютубе вот по поводу стикеров вторая версия допечатки мне так пока не пришла не обещали в пятницу или в выходные но вот в пятницу пока нет если вдруг до того как я доберусь до монтажа что-то все-таки придет я тогда запишу кусочек и вставлю перед этим кусочком но что-то я сомневаюсь скорее всего пришлю как только я выложу ролик на бустях скорее всего значит я доделала кекс такая милаха получилась и еще надо бы естественно сфотографировать и потом уже отправлять мне нравится как вышла достаточно миленькая кстати картинка оске мне кажется я до этого не вставляла или вставляла но не помню в общем вот еще раз картинка оске вот и вот так вот получилось в итоге милашный кексик мне нравится очень такой аппетитный у нее сочетание цветов похоже на этого на печеньку минта из кукерона коричневый и мятный вот и связала еще тестовую танго она получилась конечно прям огромная у меня было подозрение что она будет достаточно большой вот для сравнения планетки например вот и вот это вот танго тангище я пока не знаю может быть имеет смысл конечно и поменьше шарики связать на еще один ряд я хотел именно такие чтобы они были вместе с палочкой нужного размера палочка если что вот до сюда идет я напомню это палочки для маникюра куда-то их вот такие вот его палочка идет на два шарика и последний шарик свободно болтается ну они все естественно ниточкой процеплены и в принципе я решила что палочку и не буду обвязывать чтобы если что и можно было просто вынуть если человеку будет неудобно если он реально будет где-то носить и где-то что-то цепляться ее можно просто вынуть и как бы ничего не изменится вот не знаю что вы думаете сильно длинная или не сильно длинная сколько она сантиметров получилось у нас 18 19 почти 19 сантиметров с учетом карабина но я не знаю с одной стороны вроде и не сильно длинная с другой стороны длиннее чем обычные какие-то брелки для сумок и уж тем более на какой-нибудь пенал ее точно не повесишь в общем как вы думаете стоит ли делать шарики у меньше или то ну как бы потеряется задумка если совсем крохотные шарики будут и они будут даже чуть чуть меньше наверное чем сакура то есть в вязании не так просто на два миллиметра я даже не знаю то есть они будут ну примерно такими чуть чуть больше мне кажется будет уже не то совсем наверное не знаю в общем я еще подумаю но мне вот эта большая версия нравится с исключением того что может быть она так и я еще подобрала пряжу на котов макарунов которые я наверное хочу в цветах своих пастельных котиков или около того сделайте сорянчик в общем как то вот так может быть еще розовые не знаю и я подбирала под эти вот цветы которые вот у меня там на танго мне еще вот есть тут разного других пастельных оттенков и вот вот это оно я еще тестового не вязала и не знаю буду ли так много их навязывать целом и карабин и котики будут и вот эти вот такого плана бусины мне еще есть не знаю одного тестового свяжу потом подумаю стоит их размножать или нет и в каком количестве в общем времени осталось очень мало отдел еще очень много поэтому я даже не знаю смогу ли я еще один влог смонтировать до собственно поездки и снять что самое главное но я постараюсь когда стикеры приедут что-нибудь еще поднять может быть шорты может быть одним большим куском просто на столе без вот таких вот подключений большое спасибо что посмотрели это видео надеюсь вам было интересно следить за подготовкой и до встречи в следующих роликах с вами была там пока